Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня нам поступил вопрос, почему сложилась традиция причастия натощак. Этот вопрос, я уверен, возникает у многих христиан. Некоторым, правда, кажется, что вот так положено и так было всегда от апостольских времен. Но читая то же самое послание апостола Павла к Коринфянам, мы находим там слова апостола Павла о том, чтобы не переедать на евхаристических трапезах, на агапах, на вечерях любви, поешьте дома, а здесь приходите не чтобы наесться. И, соответственно, возникает вопрос, ну а как же тогда причастие натощак? Далее, если мы погрузимся в контекст исторической литургики, то мы увидим, что вечери любви предваряли собой евхаристию, возношение, благодарение, и, соответственно, предваряли причастие. Люди сначала совершали ужин, друг с другом встречались, общались, потом возносили общую молитву, проповедь, и после этого причащались. Но уже эпоха Вселенских Соборов приносит нам другое правило, согласно которому христиане должны причащаться строго натощак. Правда, достаточно длительное время практика причастия в Великий Четверг была тоже не натощак, потому что тем самым люди вспоминали Тайную Вечерю, которая, естественно, предшествовала евхаристической составляющей этого события из жизни апостолов и Иисуса Христа. С чем это могло быть связано? Да, мы, конечно, не можем с вами залезть в голову тех христиан или тех иерархов, которые принимали таковое решение. Но если мы посмотрим, опять же, на исторический контекст, то обратим внимание на следующее. Евхаристия в большинстве приходов, во-первых, совершается епископом, во-вторых, совершается в вечернее время. Это когда она предварялась вечерями любви. Естественно, для этого христиане приносят на эту вечерю определенного рода пищу, разделяют ее друг с другом. На этих вечерях любви возникают определенные неприятности, о которых, например, говорит апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Первыми приступают богатые или более уважаемые члены церковной общины, кто-то упивается или объедается евхаристическими приношениями. И все это приводит к разобщенности на Евхаристии. Некоторые приступают к таинству тела и крови Христовых просто как к некому ритуалу, который не несет за собой никакой мистической, серьезной, духовной, духовного наполнения. По всей видимости, и количество евхаристических собраний начинает увеличиваться с течением времени. Во-первых, проходит эпоха мученчества. В эпоху мученичества появляются много дней памяти мучеников, которых очень любят христианские общины. Например, святитель Василий Великий говорит о том, что его община, он причащается четыре раза в неделю. Это среда, пятница, суббота и День Господень, то есть воскресный день. И памяти мучеников. По всей видимости, памяти мучеников становится все больше и больше. Евхаристия становится чаще совершаема в православной церкви. И, соответственно, устраивать достаточно сложную вечеринку любви перед Евхаристией становится сложнее. Ну, по всей видимости, и христиан начинают приходить меньше на эти собрания, ну, кроме воскресного собрания. И, соответственно, начинается такая чисто практическая составляющая, когда Евхаристию переносят на утро, а утром легче всего принимать Евхаристию натощак, а не устраивать, опять же, те же самые трудные для некоторых общин вечери любви. По всей видимости, исторически именно так и сложилось. Если мы посмотрим с вами на литургические памятники 19, 18 или 17 веков, то мы встретим с вами указание на то, чтобы священник перед совершением Евхаристии всю ночь бдел и молился, и не ложился спать. Конечно, в большинстве случаев это скорее некий образец для подражания или некая такая вершина пьедестала, но неприменимая ко многим людям, особенно если священник служит ежедневно. Соответственно, и люди готовились к Евхаристии не через евхаристический сон, а через действительный евхаристический пост. Практика совершения литургии в вечернее время натощак сохранилась только для Великого Поста, из-за особенностей Великого Поста, когда в среду и в пятницу, в особо строгие дни этого периода, в Великой Четыридесятнице, постились до вечера, до захождения солнца. И, соответственно, Евхаристию совершали уже после захождения солнца, чтобы разрешиться от поста в это время. Практика совершения вечерней литургии прежде священных даров я бы очень рекомендовал нашим слушателям хоть когда-нибудь поучаствовать в такой литургии и попытаться подготовиться так, как это требует правила Церкви. Даже если вы попаститесь согласно тем рекомендациям документа об участии верных в Евхаристии в течение шести часов, вы ощутите, что такое настоящий евхаристический пост, когда весь день вы предвкушаете эту встречу со Христом, предвкушаете причастие, стараетесь не поссориться ни с кем из ближних, стараетесь вести себя действительно так, как будто бы Христос вот-вот войдет в вашу жизнь, как будто бы вы ждете очень дорогого гостя. Я всем вам желаю достойного причащения, регулярного причащения, чтобы Господь входил в нашу жизнь, исцелял нас и спасал нас от всякого зла. Желаю всем хорошего дня. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.